В чем состоит роль священника при встрече человека, который пришел стать добровольцем первый раз? Священник должен понять, насколько человек адекватен, насколько человек может представлять церковь, насколько этот человек может принести пользу подопечным и не принести вреда. Для этого мы узнаем, верит ли человек в Бога, ходит ли он в право, есть ли ли он в духовник, как часто он приступает к таяцным церковным, верит ли он и занимается ли он гороскопами, венчан он, не венчан. И задавая эти вопросы, не всегда напрямую, а в свободной разговорной форме, понимаешь, насколько этот человек может быть добровольцем или он добровольцем быть не сможет. После этого собеседования священник должен иметь на руках информацию следующего содержания, в которой будет отражена церковность человека, его адекватность и объективность. В итоге мы получаем после этого собеседования человека, который готов стать добровольцем, адекватный, объективный, разумный. А вторая группа состоит из людей, которые остаются под вопросом, которых, может быть, нельзя послать в одиночку к подопечным или вообще, непонятно, нужно ли посылать или не нужно ли, может быть, задействовать в какой-то другой деятельности. И людей, совершенно неподходящих в добровольческой деятельности, с диагнозами или просто необъективно воспринимающих действительность. При этой встрече церковность человека не является определяющим критерием. Вполне вероятно, люди, приходящие в церковь для того, чтобы стать добровольцами, они не знают о церковных таинствах, не знают, как надо исповедоваться, как надо причащаться. И вопросы о исповеди в духовнике, они имеют место быть для того, чтобы нам понять общую картину представления об этом человеке. Если человек не участвует в церковных таинствах, это не значит, что он не должен быть добровольцем. После этого собеседования людей приглашают на школу добровольцев. Вторая встреча будущих добровольцев со священником происходит во время так называемой школы добровольцев. Школа добровольцев длится одно занятие, порядка трех часов. Приходящих людей встречает координатор опытный, и на эту же встречу приходит священник. Технически это происходит следующим образом. Люди садятся в круг, там же в кругу сидит с ними координатор и пытается вовлечь их в беседу об этой деятельности. Она знакомится с ними, они знакомятся с ней, как с представительством службы милосердия. И в этих условиях возникает священник, который точно так же пытается с ними знакомиться. Наверное, эта встреча не должна быть проповедью Евангелия. И не нужно... Такие случаи тоже были неудачные, когда сразу начинаешь говорить о Христе и читаешь в лицах людей непонимание своего адреса, потому что они пришли за другим. Они пришли сюда ради Христа и за Христом, но они этого еще не знают. И им нужно потихоньку как-то это открывать. Беседа с священником длится в среднем 15 минут. И вот тут священник должен объяснить приходящим людям, какова же роль церкви в этом служении. Очень часто беседы строятся в зависимости от того, кто пришел на эту встречу. Священник старается как-то с ними познакомиться, может быть, кратко, чтобы не затягивать. Приходящих людей, может быть, много. И потом можно поприветствовать людей от лица церкви, выразить свою благодарность от будущих подопечных и от церкви же, и попытаться их как-то взбодрить. Но это версия light. А вообще хорошо объяснить людям, почему эту службу открывает именно церковь, почему священник присутствует на этих встречах. Это служение ближним. Служение ближним, которое невозможно осознать без веры во Христа. Очень часто на этих встречах священник может попасть в тупик, потому что перед ним находятся люди не церковные, и часто даже неверующие. Этим людям нужно открыть дорогу к службу милосердия. С одной стороны, их нужно принять, а с другой стороны, они должны будут трудиться бок о бок с людьми церковными, верующими, которые трудятся ради Христа, а не ради каких-то гуманистических идей или мира во всем мире. Еще очень важный момент, когда говоришь о том, что в этом мире не хватает любви. Больше всего не хватает любви тем людям, которые находятся в этой комнате. Нам с вами не хватает любви, и мы пришли сюда для того, чтобы этой любви в нашей жизни стало больше. Дальше можно рассказать про детей инвалидов, которые эту любовь возвращают, про стариков, пожилых людей, которые очень любят с новенью такую любовь тех добровольцев, которые к ним приходят. На каждой встрече каждый приходящий имеет возможность записать телефон не только координатора, не только телефон нашей горячей линии, но и телефон священника. Во всяком случае, я всегда свой телефон даю. И, как правило, после каждой такой беседы по одному или даже два человека приходят на подробную исповедь, на беседу, и потом остаются в церкви. Те люди, которые приходят записываться в службу милосердия, они уже готовые христиане. Им нужно немножко приоткрыть завесу тайны, которую окружает церковь. Для этого, как правило, священнику делать ничего не нужно, нужно просто быть рядом. И вот это вот быть рядом, это очень важно. Нужно не отказаться от беседы с человеком. Нужно не отвернуться от него в тот момент, когда он хочет подробно поговорить о своей жизни. Нужно помочь ему исповедоваться, может быть, не сразу перед крестом Евангелем, а сначала в какой-то частной беседе. И, конечно, самое главное, нужно пустить его в свое сердце. Когда человек выпускает свое сердце, ему там тепло, уютно, и он остается потом и в церкви, борется с грехами. У таких людей, которые приходят в храм, встречаются с священником, возникает, естественно, не у всех. Но у многих возникает желание продолжить общение со священником. Но исповедоваться они еще не готовы. И участвовать в богослужении они еще не готовы. С такими людьми мы еженедельно встречаемся. Мы им предлагаем молиться наших подопечных. От этого никто не отказывается. Мы молимся с ними наших подопечных, потом садимся за стол, пьем чай, беседуем на разные волнующие нас темы. С недавних пор мы начали, например, читать воскресные Евангелия и апостол. Мы находим толкование на них, но, как правило, это делают сами приходящие люди, кому-то мы назначаемые. Кто-то из них может рассказать заметные, какой-то примечательный случай из жития своего святого. В разные года у нас были разные предложения. Мы пытались как-то заниматься с нашими добровольцами, устраивать курсы, проводили занятия по догматике, по литургике, по Новому Завету. Людей инициативных со стороны Церкви, к сожалению, очень мало. И если это делать без инициативы, без радости в глазах, то добровольцы не приходят на эти занятия. Но вот молебны эти живут, и на них приходит в среднем человек 30-40. Очень живо мы там общаемся. Самый лучший молебен был, когда пришел один человек. Мы с ним замечательно помолились. Мы вспомнили тех людей, за которыми они ухаживают, кому они служат. Побеседовали потом. Это был самый замечательный молебен, самый тихий, какой-то такой скромный, кроткий. Эти еженедельные небогослужебные встречи — это приходообразующий процесс. Без этого сложно создать общину. Без этого человек не имеет общения со священником в небогослужебном, которое очень и очень важно. Человек не может открыть священник как личный для себя. Человек не может познакомиться с тем богатством, которым располагает любой священник. Любовь даже самый необразованный, любой даже самый неученый. У него все равно есть знания, которым он может поделиться с вновь приходящими в церковь людьми. И это очень хорошо делать в небогослужебных беседах. Участие священника в приеме человека в службу, в милосердие, очень и очень важно. Важно, во-первых, для самого священника. Большинство людей, которые исповедуются у таких священников, это добровольцы. Это важно очень для церкви, потому что в церковь приходят новые люди, трезвые, умные, образованные, готовые что-то делать для церкви и для людей, для Бога. Это очень важно для общины, потому что именно из таких людей создаётся община. За какие-нибудь 10 лет община поменяется, и в ней будут такие вот люди активные, которые будут заниматься именно жизнью этого храма, будут сопровождать священника по его жизни. И это и есть церковь. Поэтому, дорогие батюшки, я очень и очень завидую. Вы ещё не начали это делать, вы только стоите на пороге этой деятельности. Вас ожидает много замечательных, ярких открытий. Вас ожидает множество людей, которые к вам придут и будут рядом с вами всю свою жизнь, если вы от них не отвернётесь, если вы к ним придёте на помощь, если вы их выслушаете, если вы с ними встретитесь, если вы с ними побеседуете, если вы с ними попьёте чай, и останетесь с этими людьми вместе в церкви, держись за руки, идя таким образом к Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова